Маркулежский аэродром готовят для размещения истребителей F-16, переданных Румынией для войны на Украине, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. В этой связи она призвала Республику Молдова не вмешиваться в вооруженный конфликт в соседней стране. Недавно появилась информация о планах Румынии перенаправить в Молдавию для последующего размещения на аэродроме Маркулежский полученные Бухарестом мобильные станции по техническому обслуживанию истребителей F-16. Эксперты расценили это как еще одно подтверждение того, что в Кишиневе готовят почву для предоставления аэродромной инфраструктуры Молдавии для размещения самолетов, передаваемых Западом для нужд вооруженных сил Украины. Одновременно активно идет процесс милитаризации Молдавии, в который вовлечен целый ряд западных государств, включая Германию, Францию, Польшу, страны Прибалтики. В первый раз решительно призываем Кишинев воздерживаться от безответственных шагов, которые могут превратить Молдавию в участника конфликта на Украине. Мы позвонили в пресс-службу Министерства обороны Молдовы, чтобы там прокомментировали заявление Марии Захаровой. Мы также хотели выяснить, было ли подписано какое-либо соглашение по этому поводу и сколько самолетов может быть задействовано. Представители Минобороны опровергли эту информацию и заявили, что нет никаких предпосылок для обсуждения использования международного аэропорта Маркулешты или любого аэропорта на территории Республики Молдова для технического обслуживания самолетов F-16. Сообщения о предполагаемом размещении в Республике Молдова самолетов F-16, предназначенных для Украины, появились еще в августе. Тогда официальный Кишинев их также опроверг. 19 сентября в Молдове с официальным визитом побывал новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха. Как отметили затем главы МИД обеих стран, на встрече обсуждались перспективы европейской интеграции, гибридные угрозы со стороны России, сотрудничество в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры. Пресс-конференции или другой возможности для журналистов задать вопросы министрам предоставлено не было. Напомним, правительства Молдовы и Румынии подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Документ предусматривает, что военнослужащие из Республики Молдова и Румынии смогут совместно готовиться и участвовать в различных миссиях и операциях, в том числе взаимодействовать в плане материально-технического обеспечения, транспортных, телефонных и интернет-услуг, финансов, медицины и эвакуации в чрезвычайных ситуациях. На прошлой неделе президент Румынии Клаус Юханис созвал заседание Высшего совета обороны, на котором обсуждалось намерение Румынии обеспечить необратимость европейской интеграции Республики Молдова. Сразу же появилась реакция экспертов, назвавших это прямым вмешательством соседнего государства в дела нашей страны.